ира привет ну вот друзья мои мы опять серые на прогулке так что оставайтесь с нами вам будет интересно короче мы поехали сегодня на прогулку с моей подругой елочкой и марисом рубары тут и перебить и какая красивая церковь и мы сейчас едем на прогулку опять же по дорогам прованса куда мы поедем я вам пока не скажу мы сами еще не знаем короче вдруг мы заблудимся скажу вам одно место приведем друг друга да я так часто бывает привет смотрите ира сегодня пришла в повязку я думаю так мне нужно соответствовать у нас должна быть экипа команда это чисто вот чтобы сфотографироваться серый потому что у меня она слетит у меня сегодня ветер и ветрища я приблизься пожалуйста а то только привет привет у нас такая почти святая троица образовывается короче в этом году мы путешествуем либо втроем либо я сыр и либо ира без меня я не знаю куда-то без меня ездят я даже не спрашиваю а то что это могу даже не особо без тебя да ладно я шучу ира конечно же ты можешь ездить вот поэтому друзья мои мы едем мы едем на прогулку куда мы едем мы вам не скажем вы увидите все это видео потому что мы можем поехать в одно место очиститься совсем другом но такие вот они неспобедимые дороги прованса вот мы проехали лурмаран и опять выехали на вот эту красивейшую дорогу в эту ущелье которая ведет в город Апт но мы не доедем до города Апта мы проедем мимо мы поедем в очень необычную деревушку которая находится на высоте 420 метров над уровнем моря и в этот день когда мы ездили был такое ветрище поэтому поездка это еще придало такого драйва скажем так мы поднялись очень высоко виды виды великолепные и вы знаете только закончился карантин а сколько же много было людей и даже мы слышали уже немецкую речь там так что не одни французы прогуливаются в данный момент поехали с нами вот здесь вот для Иры любимый ее вираж но здесь еще широкая дорога послушается еще как бы не было здесь еще дорога широкая видимость так себе вот не видно что ничего не за деревьями ничего так мы будем поворачивать сейчас вот сюда мы ездили прошлый раз а мы сейчас прямо едем а вот смотрите вот мы выехали опять на эту дорогу обалденно знаешь какая красота вырубленная все в скалах ой красота красота конечно смотрите как мы выезжаем короче начинается послушайте лавандовые поля начинаются и мы такие и вот и мы только проехали и это и такие что Марис что Ира такие некрасивые но у него плюда не хочешь ее на минутку с вот это слышите слышите я записываю она говорит некрасиво не будем не будем останавливать посмотрите уже на этот раз просто настоял Марис сказал вы посмотрите какие виды вот эта гора которая перед вами видите с белым со снегом это мон ван ту и посмотрите какой шикарный просто пейзаж получается сейчас я даже переведу немножечко камеру чтобы немножко было по ближе нам ой красиво как бы ни было все равно красиво у нас же дождь шел вчера здесь очень мокрый невозможно зайти в поле тоже досада какая ой здорово ну так надо все равно идти вы понимаете но здесь по ним это вообще по большому счету настоящая лаванда потому что смотрите у них нету этих двойных веточек хотя вот здесь вот есть двойная веточка потому что лавандин он намного такой знаете такой повыше намного повыше лаванда она пониже может быть это настоящая лаванда а здесь у нас смотрите какая будет фотография с маками ой 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 против солнца я даже ничего не вижу ох какой ветерок как здорово как же красиво согласитесь очень красиво ох какая красота я развернусь ветер дует такой сильный очень здорово красиво красиво я говорю что вообще природы некрасивой не бывает сейчас мы волосы сейчас шарфик вот туда забросим и вот красота красота что я снимаю я не вижу друзья мои ну что получится то и получится короче я пошла в лавандовые поля потому что надо надо заснять этот этот ветер посмотрите ура представляете как здорово а мы не хотели выходить ну надо же какие мы приверенные класс здорово мне нравится мне нравится лаванда горная лаванда какая красота я обалдею я дурею очень красиво послушайте лучше ничего не найти здорово все да мы поехали дальше иначе мы ничего опять не увидим где там наша гора где наша гора конечно конечно ничего провансе без лаванды тоже красиво но когда здесь цветет лаванда это ничем не сравнимо во-первых запах запах он великолепный вы должны все знать друзья мои если вас заведут дороги когда-нибудь в прованс на лавандовые поля вы должны знать что лаванду собирать ни в коем случае нельзя конечно можно сорвать один цветочек это нежелательно потому что это все частные земли и сейчас то туристов поменьше но на самом деле то количество туристов которые приезжают полюбоваться на лавандовые поля если каждый сорвет по веточке лаванды это уже выльется в большие большие букеты поэтому я вас очень прошу не делайте этого лучше купите букетик лаванды в бутике сделайте призер коммерсанту который работал с этим который сажал лаванды который выращивал собирал это очень большой труд но с вами всегда ваша провансалочка оставайтесь с нами посмотрите пожалуйста это зверобой или нет девочки мальчики не знаю вот здесь тоже красиво с лесом очень здорово красивые картинки такие вот только открытки нам писать писать делать открытки посылать их много раз мне говорили что займись бизнесом нафотографируй прованс делай открытки ну что вы это ниша давно занята если бы может быть я нашла бы там в беларуси или в россии тех кто допустим перепродавал эти открытки помогал распространять другое дело так конечно стоковая фотография она всегда работает на этом тоже нужно пробиться на этом стоке поэтому вот мои видео на ютубе идут лучше всего и мы будем продолжать снимать видео на ютубе вот этой красотой так здравствуйте здравствуйте мои мои стоят и расскажи класс вот смотрите вот ира говорит что вот это зверобой а здесь чисто можно собирает бессмертик у нас ну короче девочки будем мы сыркой скоро как кощей бессмертные да ира заливает заливает давай оксита она делает очень много продуктов на основе бессмертника вот я знаю что на вот мы не были музей окситан есть музей окситана это тут недалеко нам надо туда свет и посмотрите какие мутончики будут ой какие хорошенькие черные и белые есть маленькие козочки знаете что почему здесь вот я же как бы это мари смотри вот и когда вы едите едите котлетки из этих мутончиков это вкусно и знаете почему здесь мясо ягненка здесь вообще баранина как бы не принято и кушать едят ягненка почему она она здесь не жирная они же питаются одними колючками смотри смотри на лево так а это же это боро боро и вон у нас видите там за ириной головой вот поэтому хорошо началось наше путешествие короче их уже мы остановились ой а небо а небо вот это как будто красиво так смотрится на поворотиках короче едем мы опять к черту о поля тоже ну вот недельки полторы две нам еще надо чтобы они стали вообще фиолетовыми а здесь вот они видите все со зверобоем до растут ир мы здесь всего это вот видите вот смотрите видите вот мы думаем что это зверобой вот он в травле фиолетовые поля тоже красиво будет когда они станут такими настоящими фиолетовыми ой ёлка ёлка ой как здорово там лаванда 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 гордая лаванда Ира давай помогай я ж слов не знаю я ж не знаю я не знаю слов смотрите смотрите как красиво ой 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 юные мечты лаванда лаванда ну вот такие мы певицы если что а что смотрите пейзаж посмотрите какие тут ели вот какие то другие совсем другие они небо манифика манифика мы еще не посыпают посмотрите какая у нас тут я говорю узенькая дорожка тоненькая тоненькая такая и небо вот это небо впереди класс вообще вот присажали просто выдал беды вот и вот появляется у нас деревенька наша ох посмотрите тоже какие тут валуны боже боже как вот как природа создает это все короче мы с Ириной решили сняться на фоне вот этой деревни расшикарнейшей сейчас мы туда едем Мариса уехала мы пойдем пешком немножко здесь негде остановиться я говорю Ира только не двигайся иначе мы упадем а то мы упадем мы стоим на обрыве посмотрите на какой мы там стоим обрыве ужас вот поэтому оставайтесь с нами Ира оставайтесь с нами оставайтесь с нами послушайте мы нафотографировали здесь привет Ирочка и смотрите и так раз если резко поднять голову вот сюда то вы знаете она просто вот у вас кружится посмотрите какие тут так куда же мне нажать чтобы был больше пейзаж смотрите очень она огромнейшая огромнейшая тут надо о смотрите как здорово все мы пошли мы пошли красота и такой послушайте Ира осторожно машина и такая послушайте такой ветер ну что Ира сколачиваем группу на следующий год друзья давайте на следующий год 3-4 человека пожалуйста кто хочет приехать сформируем группу и мы вам покажем эти места потому что и зажжем и зажжем и выпьем розового а что здесь здорово приезжайте вон там тоже видите эти красивые такие руины с другой стороны вот этот вот ветер это красиво так вот смотрите сейчас смотрите как здорово видите за нашей спиной как классно Ира такая Алла не забывай что ты идешь по дороге то есть ездят машины иногда смотрите как здорово а здесь вон там вот смотрите бассейн церковь ой сейчас мы туда поедем деревня как здорово посмотрите вот черепичкой тоже красиво салоны массажные вот отсюда более-менее чистенько я уже Марису говорю идем сделаем пусть фотографию вместе что ли и сейчас подождите так смотрите смотрите оба сидим тут иди к нам Ира Атан Атан сейчас есть это видео живо на грудь Ирина такая прилегла к мамке на грудь смотрите там какой домик такой весь такой здоровский в этом ставни посмотрите какие красивые а здесь мы с Ирой слушайте Марис говорит смотрите смотрите черепи я говорю Ирка пошли все что над дорогой можем насобирать смотрите какие красивые а о о о о о о о о ну упади уже нам одна хоть так вот одна уже черпь съел Ира уже одна упала да уже все о как здорово видите смотрите какой у нас тут дом с акацией это акация такая типа как у нас в дворе вот над тоннелем только она какая-то плетит но она и у нас такая сделала вот эти вот желтые зачем они накидали сюда мешки ну вот накидали ремонт может капка уйдет мы сейчас пойдем в городок сходим какой ветер послушайте друзья тут никакой эстетики даже вообще речи нет видели что у нас на головах сырой посмотрите какие состав не красивая пожалуй какой-то же плен душу за мое о мать из как раз прекрасный цветочный уголочек на видеть какие гортензии вот она в горшке сидит шикарная видите как все в горшочках потому что земли здесь нет и люди кто любит цветы вот умудряются все это сделать так красиво молодцы вон всякие тут человек посмотри какой уголочек мирей называется а вот посмотрите какая здесь гортензия ну вот это из тех гортензий которые я отсадилась это гортензия вот у меня такого типа только у меня ой искусима вода до кухон тушит искусину мерси а жива ментина мерси да как тетенька наругалась ногу я же уже вам поставила пану ничего не трогать смотрите не трогать тут немножко стерлась я просто и не хотела показать эту картинку смотрите какая прелесть это вот когда домой заходишь почистить от грязи башмачочки свои ох как здорово в бегоне да конечно и у касси он могли матрицы как здорово они сдают в это туристам в аренду а видишь интерьер говорит что из платите какой почтовый ящичек он как здорово а вот этот этот как его мир как называется цветочек вот этот ой выскочил он у нас не растет земле ему нужна это кистая земля у нас известковая это тоже господи да вот выскочил просто с головы у меня и так с этими с названиями а тут еще это ну прям надо мне я мне нужно с этими цветами со всеми прям ну не надо идти ко мне иди 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 лохматушки две лохматушки а что красиво чем-то фондан версия сара манифика он варигарды добор лаба до олигли за да 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 ира смотрите какая церковь небо-небо чувачили люсель цима нефика усердно это очень и очень старинная церковь и туристов смотрите вот эти машинки которые ехали такие они там паркуются все эти какая старина это вот кафешечка такая и вот это тоже кафешечка можно присесть выпить стаканчик прохладительного напитка а это мэрия для мэри тави так давайте поднимемся в церкви я каждый раз переворачиваю ой шире я каждый раз переворачиваю камеру потому что ну чтобы видно было что я здесь все-таки тоже была у мариса вынесло его его кепку посмотрите какие тут двери посмотрите какие тут фрески такие замечательные огромное огромное но вот к сожалению нет никакого панно ир ты не знаешь какого века эта церковь не знаешь какой век церкви ничего нету вот почему они не пишут нигде может быть это это вот двенадцатый век и говорит а вот есть что-то ахам может еще церемония ну может быть что-то увидит о послушайте так красиво вот такой вот вот он вот такой вот а вот отсюда классно ира я держу свою шарфу мариса улетела кепка он побежал ее догонять и однажды мы с ним были мы ездили на медницу альфонсо дуде и у него там тоже улетела кепка такая страна ветров здесь он за ней побежал там такие были гладкие камни он бедный поскользнулся и упал и так упал достаточно серьезно поэтому сегодня когда полетела кепка мне так что-то знаете я распереживалась когда он за ней побежал знаете как ну вот бежим мы же не видим куда мы бежим очень красиво ветер ветер такой но своего рода шарма придают видите стиль прованса вот такие вот эти столики обшарпанные это не думайте что это от бедности это вот потому что это стиль прованса вот видите вот машинка рядом стоит смотрите здесь такое старинное кладбище вот такие склепы здесь семейная ира не пошла ира говорит я не люблю марис тоже не любит а я иногда захожу потому что ну я показывала несколько раз французское кладбище и были люди которым ну заинтересовались то есть очень старые очень старые девочки вот просто очень что старая вот видите написано семья шовен и вот расписан 1870 год рождения первый кто здесь был захоронен представляете 1857 год рождения то есть такое достаточно старинное но я конечно туда уже не пойду вниз вот так вот вам покажу издалек посмотрите как там над одной доской как красиво этот выстрижен как это растение называется это же этот не кепторис а ну неважно видите как здорово сделано ну вот такие они они очень типичные кладбище а здесь вот видите какая-то просто братская могила сколько досточек столько людей похоронено вот там вот есть домики там старая старая при старая конечно же кладбище ну хорошо пойдемте обратно пускай лежат спокойно люди смотрите как здорово вот такие лесенки вымоченные все камушками и такие раз старинные все усилили в юбиле мы поскорили шиман из илеруфе о смотрите кто это улери на мы сэпали мемору юрку потеряли 5 вот и наша прачечная здесь есть библиотека можно присесть почитать почитать книжечки пардон здесь наверное как бы может быть даже не знаю для чего это что-то может быть ли клали белье и отбивали его сверху такая старинная прачечная видите они поставили там библиотечку напротив то есть можно и сегодня взять книжечку и отдохнуть немножко подождала пока девушка в своих спортивных штанишках отсюда выйдет видите здесь книжкой можно взять с собой унести можно принести поставить то есть это работающая действующая библиотека представляете алёш или он вала у ла ла мизон преду ла фонтэна написано дом возле фонтана посмотрите это вот преду и сосе около и сосе а здесь вот смотрите Мария говорит а здесь он говорит написано а здесь мизон до ла плясс место как бы дом на месте до ла плясс плясс ла плясс во французском языке это как бы площадь то есть вот это вот у них площадь ну конечно вот эта машинка нам мешает сегодня просто она нам мешает вот убережи дю пресбитери тоже убережи это как бы пристанище вот такая стрина сейчас мы пойдем на вот все вот горы которые вы видите ой ну вот это вот вообще просто какая-то красота посмотрите сейчас я тоже перевернусь смотрите какой дом там миленькие такие ставни такие классные ну это людей много вон с палочками ходят все начинается туризм там вон люди с собачками такое вот небо посмотрите какие красивые здесь виды если на небо перевести камеру вот мы сейчас пойдем на Руши до Бельвю Руши это скала с красивым видом Бельвю это красивый вид то есть пойдем прямо туда куда и пошли эти люди туристы конечно они мне сейчас будут мешать в кадре бабушка такая вышла вон полотенчик или что он там вешает там внутри вы знаете такие не очень хорошие наверное условия для жизни все это очень старое посмотрите какие дома виноградники у них конечно шикарные слов нет розичка вот здесь цветет мы ждем Иру Иру там все фотографирует ну послушайте я вам говорила в прошлом видео в прошлом позапрошлом что с нами конечно ходить это нужно иметь адское терпение спасибо Марису что у него конечно вот оно просто присутствует он молча сядет на лавочку сидит нас ждет а мы что мы ходим снимаем ну вот посмотрите как вот это не снять такие узкие улочки вот Будле посмотрите видите она здесь фиолетовая а у меня желтая я прям расстрою как здорово ой какой дворик замечательный смотрите конечно друзья мои я вот люблю вот так вот походить вот поснимать вот эти дикие всякие закоулочки уж не знаю нравится ли вам это или нет лично мне нравится потому что это все ну как мы не знаем такой жизни понимается и мы в своих странах когда в Советском Союзе мы совсем по другому жили то есть деревни они вообще у нас были другие вот я не могу вам сказать бабушка в Украине она выращивала цветы когда я была маленькая она тоже такое все там георгины какие-то несколько там цветочков но я не видела чтобы ой чуть очки не уронила я не видела чтобы вот как бы вот с таким вкусом понимаете подбирались чтобы дворик вот так оформить вот здесь явно что никто наверное не живет вход совсем с другой стороны хотя откуда мне знать смотрите как здорово здесь вот тоже зацветет вон скоро какое-то растение все такое старое видите вот лавочка вам пожалуйста если путник устал там он какие-то уже ух ты куда я вас взяла послушайте даже не знаю можно ли здесь ходить такими статики вот пожалуйста присесть можно ой как здорово друзья мои а здесь посмотрите тоже как все сделано ой 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 там эта машинка желтая вот с этими фиолетовыми ящичками класс я вон там тоже ящик фиолетовый какой-то синий выкрашен он же явно специально там выкрашен давайте давайте я такая это фотография на память это называется фотография на память так синий желтый так шарфик ты мне мешаешь шарфик ты мне мешаешь представляете как здорово смотрите люди шли навстречу ой сзади я снимала они попали у меня в кадр ой посмотрите как здорово вот каждая деталь какие гортензии все-таки в тени получаются яркие красивые куртина куртина газ 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 и приближ снова Субтитры подогнал «Симон»